Девушки отдыхают Праздник сегодня все-таки. Впускной. О, явился. Ой, Барсик что ли? Две недели где-то шастала. Барсик, кись-кись. Барсик. Барсик. Вон он. Ну что, Игорек, будешь за выпускной? Не, ребят. Не отойти надо. Вот так из обапы рушится святое. Мужская дружба. Да у людей теплое, светлое чувство. Давайте. Ну что, за любовь? Да ну ее, за свободу. Барсик, а ну слезай. Барсик, ну. Барсик. Барсик, слезай. Нет, слишком высоко он сам не слезает. Может я за колбасой схожу, он спустится быстрее. Барсик, иди сюда. Иди к нему хороший. Барсик. Барсик, иди сюда. Вот ведь залез, а. Здрасте. Игорек. Привет. Ну у нас же выпускной, мы опаздываем, а ты тут... Ну, Игорек, помоги снять Барсик из дерева, он сам не спустится. Ну, Игорек. Лестница есть? А как же. А вон идут уже, все. Ой, слава богу. Давайте. Ну, что ты его не берешь, боишься, что ли? Да я не боюсь, я его уважаю. Ну, давай снимай. Вот так. Ой, молодец. Барсик. Так, пожалуйста. Барсик, давай, иди сюда. Иди сюда, колобродный. Блин. Блин. Не-не, нормально все. Пюджет порвал. Где? Как сей. Ай. Давай зашьем. Да не надо. Ты же у меня зато самая красивая. Так, а ты Барсик. Да. Ну, ладно. Ну. Все, до свидания. Пока. Пока. Ой, мама, похоже, наш Оли скоро сменит фамилию. Чего это? Да глаз друг друга не сводит. Знаешь, замуж выйти не напасть. Главное, замужем не пропасть. А давай кто быстрее? А ну, а ну, а ну, а ну. Смотри, наша Ромео и Джульетта. Интересно, у них уже все было? Наша Оленька такая правильная. Мм? Мм. Ребята, чуваки с ним? Зажигаем! Зажигаем! Давай сбежим. Давай. Ну, так не честно. Все честно? Не договариваюсь? Я не виноват, что у тебя каблуки? Давай, 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 давай. И у тебя не получается быть первой. Так, мы не договаривались. Ну, подожди, ну, пожалуйста. Я не виноват, что у тебя каблуки. Я первый катаюсь. Подожди. Я тоже хочу. Так. Ничего не знаю. Ты помнишь как? Я боюсь. И поехали. Молодец. О, Боже. Я еще хочу. А ты уверен? Да, да, да. Давай. Да, давай. И вот. Тихо, тихо. Не твой им. Нет, не твой им. Не твой им. Все. Все. Хорошо. Все, все, все. Все, я встаю, встаю. Встаю. И тонем. Надь. Да. Ничего не потеряла? Нет. Ну что, сестренка, вот ты уже и школу закончила. Так быстро время летит. Это точно. Теперь надо медицински готовиться. И чего ты у нас поступишь? Ты у нас светлая голова. Спасибо тебе, мамуль. Ты нас всю жизнь за себе тянула. Ой. Здрасте. Ну, надо так напугать, а. А я здесь сейчас рожу по твоей милости, акробат. Ну, я приму роды и буду надеяться, что мальчик. Спасибо. И тебе. Через балкон зачем? Ну, чтобы момент, вот что помнился. Людмила Петровна, вы, главное, не ругайтесь. Я вам сейчас абсолютно все объясню. Ну, в смысле, Людмила Петровна, Татьяна, я прошу очень сильно руки вашей дочери. Ну, не молчи, мам. Сейчас от часу мне легче. Так. Так. Да. Ну, что мы берем-то? Что мы берем? Что скажут и берем? Что? Ну, земли много не бывает. Давай два участка брать. Родители. Вот, сынок пришел. Ну. Здорово. Здорово. У меня новости. Я женюсь. Так. Это интересно. На Оле Архиповой она согласна. Вот здорово. Здорово. Нет, ну я знал, что вы будете не против. Да нет, женить бы это вообще вещь хорошая, конечно. Я сам против гражданских браков. Только вот что ты ей дашь в улице своей? Пап, мы любим друг друга. И это главное. Правда, мам? Любовь это замечательно, это прекрасно. Только одной любовью сыт не будешь. Давай так. Ты закончишь институт свой автодорожный. Устроишься на работу. И зарабатываешь денежку. А потом женись, разводись. Что угодно. У меня еще одна новость. Опа-на. Я решил поступать в медицинскую. В Москве. На доктора решил. Пап. Ну, сынок, ну ты, ну действительно, ну какой медицинский? Мам. Это Оля тебя с толку сбила, да? Из-за нее. Римма, принеси пряников, пожалуйста. Юра, я прошу тебя. Оля, доченька. Ну если ребеночек сразу появится, а? Какая учеба будет? А жить на что? Ведь начнутся скандалы, упреки. Мамуль, ну почему ты всегда вот только о плохом думаешь? Да не о плохом. Я просто жизнь прожила и знаю. Ну, нашла бы себе солидного, состоятельного мужчину. Ты вон у меня какая красавица. А что твой, Игорь? А? Ну пацан. Ни профессии, ни денег, ничего. Ну, ну все-таки сначала поступишь в институт, а там подумаем. Я надеюсь, мы с тобой договорились. До окончания института никаких свадьб. Да, кстати, твой дедушка... Привет, деда. ...сделал предложение твоей бабушке только после того, как получил эту квартиру. Молодец. Может быть, мы все-таки уберем часть вещей Павла Макарыча на антресоле? Принесла пряники? Да. Поставь их на стол. Брось сейчас же! Зачем? Я сделал Оле предложение в присутствии и сестрой, и мамы. У меня теперь одна дорога. Как тут, пап? Ну-ка отдай пистолет. Я выброшу этот пистолет на помойку к чертовой матери! Римма, ты-то хоть не дури! Это память от отца. Я надеюсь, ты меня услышал. Зачем? 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 Ну-ка. Ну-ка. Тут, тупо. У-у-у-у-у... Брось сейчас. У-у-у-у. У-у-у. У-у-у. У-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у. Переговариваемся. Тишина. Ну, точно не сдам. Чувствую. Мне кажется, я на все вопросы неправильно ответила. Так, вот это полная-полная ерунда. Потому что ты умничка и ты все сделала абсолютно правильно. Слышишь? Ну, если вдруг так получится, что ты не доберешь балок и не поступишь, то ты обязательно подготовишься и в следующем году у тебя все получится. Правда, Тяпа? Какой хороший. Тяпа. Оля. Оля. Тяпа. Да я знаю, что она красивая. Ты ей скажи, что она молодец, она поступила. И вот, значит так, ты сделала все совершенно правильно. Ты умничка. Вот ты с ним советуйся, он знает абсолютно все. Это тебе. Ой, мне так повезло с тобой. Ну, ну не томи же, говори уже. Ну чего? Поступила на бюджет. Противину на бюджетскую... Ха-ха-ха-ха, ты моя девочка, ты умничка моя. Ну ты вдоль, да ты молодец. Ха-ха-ха. Да! Это тебя, между прочим, не жашни скомандированы, крутить. На дольку, мам streaming. Это была любовь, мама. Ой, любовь. Игорь как? Не добрал два балла. Ну, зато у нас праздник, да? Сейчас будем пироги пить, какие ты любишь. Лапочка-то, мой мой, мой солнышко. Ты молодец. Нет, правда, ты большой-большой молодец. Я вообще ни секунды не сомневался, что ты поступишь. Это потому, что ты меня поддерживала. Да, вот прямо как сейчас. И жалко только, что ты не поступил. Да ерунда. Это все из-за меня. Неправда. Это было полностью мое решение. Сам виноват. Ну, а что ты делать будешь, Игорь? Работать пойдешь? Ни в коем случае. Да? У меня теперь одна очень красивая дорога в армию. Я не представляю, как буду жить без тебя. Да я тебя прошу, это всего два года. Плюс там куча будет увольнительных. Так, у нас все будет отлично. Да даже лучше. Да? Да, конечно, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что, проводила? Угу. Переживает. Ничего, переживает и перестанет. Сейчас начнет учиться в Москве. Новые знакомые, учеба, друзья. Не забудет своего Игоря. А там, глядишь, может, и посолиднее мужчину встретит с квартирой, с деньгами. Москва все-таки. Зря надеешься, мам. Любит она своего Игоря. Ни на какого москвича богача не променяет. Посмотрим. Увидим. Раз, два, раз, два, раз, два. Работаем, работаем. Раз, два, раз. Быстрее, быстрее. Привет. А я так соскучилась. Ты думаешь, я не соскучился? Так, а как у нас дела, а? Вот. Хорошо. Слушай, мне столько всего задают. Одна сплошная зубрежка. Я один раз даже в библиотеке уснула, представляешь? Но мне все равно все нравится. Молодец. Привет, Игорек. Что? Как жизнь? Отлично. А это что, подружка твоя, что ли? Невеста. Ну, ничего так. Так, Ларис. Ребят, ну. Пойдем. Ничего себе. Какие у вас тут барышни активные. Я-то тебя люблю. Еще смотрит так нагло. Но я-то тебя люблю. Нагло так смотрят. Вообще нагло. А ты чего сидишь? Давай накладывай вон салатик, капустка. Что случилось? Игорь что-то натворил. Ты ничего он не натворил. Но я же вижу, как с ним другие девушки заигрывают. Мне неприятно. Ну, а раз заигрывает, значит, он сам позволяет. Мне вообще никогда не нравился. Мам. Что мам? Оль, смотри, по матросе ты бросит. Не дай бог еще ребенка сделать. Будете он у меня. На пару с Татьяной. Мам, хватит, а? А кто у меня летит? А кто? Оль, слушай, у вас в медицинском наверняка парней много. Можете приглядеться кому-нибудь повнимательнее. Я никому не буду приглядывать. Да, Леша, ребенка мне разбудила. Да. Да, не оруй. Советы мне ваши не нужны. Да, мой хороший. Да. Разбудила, да, нас тетя. Да, кто у тебя. Все. Так, короче, лучевая кость ос радиус, локтевая, локтевая ос улна. А, нет, или это, или это локтевая ос улна, локтевая ос радиус, а лучевая ос улна. О, Господи. Ты сдурел, что ли, что случилось? Гер, это ты? А ну, сними эту ерунду немедленно. Ой, ну я же просто пошутил, ты не обижайся. У тебя с головой все в порядке? Тебе надо нервы закалять. Врачам и не с таким придется сталкиваться. Это тебе надо мозги закалять. Ты что, у нас бесплатный тренажер для нервов, что ли? Все нормально? Да. Девочки, готовы скупить свою вину? Приглашаю вас в кафе. Любой ваш каприз за мой счет. Спасибо, Гер, но не стоит. Ну, а может, тогда по городу погуляем? Гер, у меня есть жених. Когда он вернется из армии, мы поженимся. Пока. Оль! Гер, а может быть, мы вдвоем сходим? Втроем! Привет! Да, да и я тоже. Греб, погоди! Оль, да я тоже соскучился. Ну, люблю тебя. Да, ну, Дурочка, не плачь ты. Оль, ну... Стой раз-два. Все, я не могу говорить. Да, пока. Орлов, Гребнев, встать в строй. Есть. С кем-нибудь? С невестой. Давай, 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 давай. Бегом! Бегом! Эй, вы че? Эй, вы че? Че? Эй! Беремец, вы че делаете? Эй! Смирно! Смирно, я сказал! Что за цирк? Всем два наряда вне очереди. Товарищ лейтенант, но... Орлов! Три наряда! Да. Разойдись! Взвод, отбой! Ну че, душара, попутал? Сейчас мы тебя поучим. Как старших уважать? Ребят, я вас уважаю. Давайте я. Таким образом, эта терапия направлена на устранение причин центральной периферической боли. Это все. А, еще она определяет тип... Все, 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 голубушка, умница, у вас твердая, твердая пятерка. И еще она, медикаментозное воздействие меняется в различии от различных факторов. От различных факторов. Ну, факт в том, что у вас пятерка. Поздравляю, умница, молодец, свободна. Ну, ладно. Все. Спасибо, Павел Петрович. До свидания. До свидания. Ой. Игорь, Игорь, Игорь. Игорь, вставай, вставай. Ребята, сюда быстрее! Черт, бойцы. Так, давайте, улица, часть. Быстро. Чуть-чуть. Игорь, ты как? Ну, так, бойцы, вышли отсюда. Ну, что тут нас? Побили солдат? У меня ноги болят. Ну, ничего, бывает. Сделаешь ему перевязку, вколешь обезболивающее. Виктор Петрович, ну, парень или живой, может, рентген или... Девочка моя, когда ты станешь врачом, тогда и будешь назначать лечение. Простите, у меня ноги. Сейчас сделаю то, что тебе говорят. Выполнять. Игорь, 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 игорь... Смирно, налево! Бегом, марш! Смирно, налево! Бегом, марш! Смирно, налево! Смирно, налево! Смирно, подтяни вы! Орлов! Что из-за театра одного актёра? Товарищ Литянов, простите, ноги болят. Я больше не могу. Отставить разговор. В санчасти сказали, что с тобой всё в порядке. Давно болят? С того момента, как сказать, что всё нормально. Ладно, посиди пока, потом поговорим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ох! Как же можно было парня довести до такого состояния? Не понимаю. Его что, всё время в карцере держали? Что, никто не видел, что у него с ногами? В санчасти его перевязали и отпустили. Никаких анализов не сделали. Даже толком не осмотрели. А он потом ещё две недели ходить почти не мог. Мучился. Походишь тут в кирзье с гангреной. Да. Дело дрянь. Боюсь, время потеряно. Ты понимаешь, что ты наделал, сукин ты сын? Это ж подсудное дело! Какой шум начнётся? Пресса, комитет солдатских матерей подключится. В тюрьму пойдёшь за халатность. Я один. Знаешь что, надоело мне с тобой цацкаться, Виктор. Отмазать-то я тебя, конечно, отмажу. Но запомни. Городская больница теперь предел твоих мечтаний. Пошёл вон! Есть. Сынок, ты сметанку бери, если вкуснее будет. Мам, я не хочу. Спасибо. А? Мам... Говорите, пожалуйста, всем, что я остался сверхсрочно служить. И что? И Оле-то? Особенно Оле. Сынок, а зачем ты так? Она ведь ни в чем не виновата. Я в чем-то виновен. Мама, я не хочу ей портить жизнь. Обещай. Да. А я буду есть со сметаной. Вот и ешь. Будешь? А я буду. Ешь. Вот и буду. Вот и хорошо. Ну и ладно. Оль, ты что такая грустная? Ты же все зачеты на отлично сдала. Все нормально. Слушай, у тебя даже снег кипят глазами. Мы в кафе собрались. Пойдешь с нами? Ребята, у меня поезд скоро. Надо домой съездить. Оль, ну что за спешка? Зачем тебе домой? Да от Игоря никаких вестей уже два месяца. Я ему звоню, он не отвечает. И сам не звонит. Оль, ну все понятно. Я тебе говорила. Все как обычно. С глаз долой. У нас так не будет. Мама. Ну? Мама. Мама, Егорка спит? Спит, слава богу. Мам, знаешь, кого я сейчас видела? Ну? Игоря Орлова. Как это? Вот так. А что же он Ольге-то ничего не сказал, а? Не знаю. Вот ни стыда, ни совести, а девка извелась вся. Угу. Сейчас я с ним поеду, поговорю. Держи. Ага, держу. Здрасте. Нам надо поговорить. А что случилось? Пусть, пусть ваш сын остается в покое моей дочери. Оля девушка серьезная, а он морочит ей голову. Мне сказали, он вернулся из армии раньше времени. А Оля ни слова. Людмила Петровна. Оставлю я вашу дочь в покое, не волнуйтесь. А это пусть останется нашим секретом. Всего доброго. Мам, господи, ну что так долго? Присмотри за Егоркой, я на вокзал Ольгу встречать. Погоди. Ну, опоздаю же. Случилось что? Случилось. Игорь Орлов из армии вернулся инвалидом. Как? Без ног. А что и как я? Я даже не решилась расспрашивать. Господи. Счастье-то какое. Ты смотри, Ольге ни слова. Поняла? Она же его такого никогда не просит. Она же спасать его будет. Мам, но они же так любят друг друга. А дестру тебе не жалко? Жалко, конечно. Вот и я не хочу, чтобы моя дочь себе жизнь сломала. Ты вон своему Егорке такое бы счастье пожелала. Ни за что. Вот и я не хочу. Так что, доченька моя дорогая, молчи. Понятно? Как говорится, ложь в спасении. Иди давай. Ты к поезду опоздаешь. Вообще писать перестал. И на звонки не отвечает. Мальчик, ну мало ли что. Вдруг дела какие-нибудь. Учения срочные. А ты не переживай, подожди. Не спокойно мне. Может, его родители что-то знают. Надо к ним сходить. Зачем? Что ты за ним все бегаешь, дурочка? Захотел бы позвонить, позвонил бы. И вообще, имей гордость, дорогая. Прости, конечно, Таня. Но ты совсем не вовремя старшую сестру включила. На, я пошла, пока. Здравствуйте, Юрий Павлович. Скажите, а с Игорем все в порядке? Он на звонки не отвечает, я волнуюсь. Пап, а принеси мне пару бутербродов и диски. Игорь что, дома? Оля, а... Ну, давай же... Игорь! Игорь, ты что, вернулся? Почему ты мне не позвонил? А? Почему ты мне не позвонил? Что происходит? Объясни мне. Так, а... Короче, другая у меня. Ну, и беременная. Я не хотел, так получилось. И свадьба скоро, ну... Ты сама понимаешь, ребенок. Что? Говорю, ребенок. Подожди, подожди, Игорь. Да чего ждать? Ну... Давай ей лучше уходи. Она сейчас придет. Неудобно будет. Объясни мне, пожалуйста. Ну, не строй с себя обиженная. Ну, с кем не бывает. Игорь. Да вали домой, ты дура! Да вали ты! Ага! О, гоже ты мой! Ай! Здравствуйте. Я Соня. Сиделка, мы с вами по телефону разговаривали. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Эти минуты здесь больше не осталось. Оля, стой, ну подожди. Ну что случилось? Игорь вернулся. Я захожу, а вот у него, в общем, свадьба скорая и невеста беременная. Оля, девочка моя, не плачь. Я же тебя предупреждала. Он не стоит ни тебя, ни твоих слез. Ну, сама же убедилась, а? Я вообще считаю, что тебе нужно быстрее уехать в Москву. Учиться. Девочка моя, там новая жизнь, там другие люди. А этот, ну, с глаз долой и сердце вон. Оля! Оль, ну действительно так лучше для тебя будет. Оля! Ах, у меня тут не стоит! Оля! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, кашки. Так у тебя же вроде с Колесниковой любовь. Ну-ка, быстро говори, это правда? Да ладно, что ты как на допросе? Я тебе сейчас дам, как на допросе. Ну-ка, иди отсюда. Тон Жоанн непривитый, трепло. А ты что такая взвинченная? Да ничего. Просто человек, которого я любила больше жизни, казался предателем. Нет на свете нормальных мужиков. Тише, тише, тише. Ну, как он? Я любила ему успокоительное. Он сейчас уснёк. Господи, как же он страдает, бедный мальчик. Спасибо вам, Сонечка. Я просто не знаю, что бы мы без вас делали. Ну, не волнуйтесь, он поправится обязательно. Просто должно пройти время. Ну, ладно, всё-всё-всё. Иди, иди, иди. Иди, иди, иди. Игорь! Да нормально у меня всё! Ты чем-то расстроен? Нет, у меня всё отлично! Хочешь морс? Врачи сказали, что мне пока рано надевать протезы. Довольно? Врачам виднее? Ты ждал столько времени, терпи ещё немного. Блин, сколько ждать? Я здоровый, почти молодой мужчина, который сидит на шее у родителей и ни черта не делает. Ты ещё со своими компотиками займись своими делами. Игорь, ты не должен отчаиваться. Ты подлечишься и найдёшь работу. Какую? Какую я найду работу? Чайники с утюгами ремонтировать. Я не знаю. Но ты... Ты очень умный. Ты талантливый человек. У тебя много возможностей. Ты не настоящий друг. Ладно. Я пойду. Мне ещё нужно к пациентке лежачей успеть. И на дежурство. Передай ей, пожалуйста, плоскогубцу. Красная. Спасибо. Слушай, прости. Я... Я знаю, я веду себя как придора. Ну, ты вкалываешь, как папа Карло, а я... Знаешь, у меня маленький ребёнок, так что я привыкла к такому поведению. А муж что делает? А муж... Одно название. Ну, пока. Пока. Ванечка. Здравствуй. Римана, здрасте. А Игорь? Дома, дома. Проходи, проходи. Игорёша, к тебе гости. Класс. Здорово, брат. Здорово. Ты как? Отлично. А ты? Мне дали отпуск. У меня мать в больницу попала. Я от неё сразу к тебе. А что с тетей Верой? Ей сделали операцию, но сейчас всё уже хорошо. Ну, слава богу. Игорь, ты меня прости. Я же... Ну, я понимаю, что ты из-за меня в этом гресле оказался. Давай и не будем. Ты на моём месте поступил бы так же. Тем более, это не из-за тебя, а из-за... Брат, если тебе что-то нужно будет, я всегда готов тебе помочь. Ну, спасибо, брат. Ты готов? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот ты снова на ногах. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 У вас с головой все в порядке, уважаемая? А у вас вы несетесь на дорогу не глядя? Вы что думаете, что вы царь бог? Вот из-за таких, как вы, невинные люди в тюрьму попадают. А по мне это вас сажать надо. А не надо лететь на такой скорости, тогда и в тюрьму не попадете. Овца! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, Ольга Ивановна. Как доехали? Лучше не спрашивай. Столько кретинов на дороге. Запись большая на сегодня? Да нет, не очень. Сегодня же новый главврач тоже наступает. Зовет в наше отделение в три часа. Знакомится. А говорят, он молодой. Еще сорока лет нет. Сорока лет нет, а уже главврач. Боже ты мой, за какие такие заслуги? Наверняка отчетец, сынок. Так, ладно, через пять минут зови пациента. Итак, друзья мои, самое главное – это дисциплина. Если в восемь часов утра вы должны быть на своем рабочем месте, это значит, что без пятнадцати восемь вы одеты, с хорошим настроением, готовы к работе. Чего опаздываем к новому начальству? Я прошу прощения, мне сказали к трём. Наверное, произошла ошибка. Ой, не надо тут разводить детский сад, не важно, кто кому что сказал. Как вас там? Архипова? Вот стойте и молчите, Архипова. Еще раз такое повторится, я вас уволю. Все ясно? Ясно, я спрашиваю? Да. Хорошо. Итак, что самое главное – дисциплина. Вот это непрофессионально. А вы, в первую очередь, профессионалы. Продолжим. Ты бы видела, с какой ненавистью он на меня смотрел. Как будто это не он меня, а я его чуть не задавила. Как бы не уволил еще. Оля, да не заводись ты, наладится все с твоим главным. А не наладится, так всегда уйти можно. Ага, сейчас. Я этому молодому хмырю еще докажу, что я хороший специалист. Подожди, ты сказала молодому, а он симпатичный. Ой, Танька. Замуж тебе надо выдавать. Одни мужики в голове. Ольга, смотри, куда бьешь. Ну, конечно, Вован, сделаем, как ты все любишь, по высшему разряду. Виапи-палат у тебя и по всем врачам проведем. Медсестричек длинноногих блондинок. Да, 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 да. Не, ну, конечно, бесплатно, Вован, что ты меня обижаешь. Ага. Ну, все, давай, давай, Сазон. Пока. Так, Вован, я тебя сейчас до кабинета доведу. А, подожди-ка. Ольга, Ольга Ивановна, одну минутку, пожалуйста. Вот этого пациента осмотрите, а я сейчас вернусь, хорошо? Добрый день, на что жалуетесь? Справа под ребрами иногда очень сильно болит, ни с того, ни с сего, но потом проходит. Угу, натощак пришли? Да. Пройдемте за мной. Камни есть? Врачи говорят, нет. А, понятно. У вас камень в лоханке. Да какой камень? У него боли из-за холецистита. Никто из врачей ника камня не находил. Этот камень нельзя сразу увидеть. Он меняет свое расположение, отсюда острые приступы боли. Вот он. Ну, а вы не волнуйтесь, хирург вам его удалит. Ничего страшного. Спасибо. Одевайтесь. Ну, спасибо тебе, Вить. Нет за что, Вован. Я тебе на операцию запишу, тебе позвонят. От души, дружище. Хотя, знаешь, завидую я тебе. Вокруг такие красотки ходят. А это еще и с мозгами. Вообще редкая комбинация. Ну, ладно, побегу я. Ну, бывает, не болей. Счастливо. Давай, брат. Привет. Мам, Игорь пришел. Привет. Садись скорее за стол. Я мясо приготовила по новому рецепту. Пальчики оближешь. Я не хочу. Как не хочешь? Я спать. Я не хочу. В общем, и на прошлой неделе мы тогда поехали в деревню. Доброе утро, девчонки. Здравствуйте. В общем, я была на выходных дома, мне мама столько варенья передала, и я к лету такими темпами ни в один купальник не влезу. Поэтому давайте... Ольга Ивановна. Простите. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то не так? Да нет, все так, я просто... Я просто хотел перед вами извиниться за то, что я наорал на вас и за то, что вас чуть на пешеходном переходе не сбил. Я надеюсь, вы не злитесь? Да нет, я уже давно забыла. Это хорошо. Ну, я пойду? А, да-да. А, Ольга, кстати, ну тот диагноз, который вы поставили, оказался верным, а пациент мой очень хороший друг. Спасибо вам большое. Не нужно меня благодарить, Виктор Петрович. Это моя работа. Ольга Ивановна, разрешите вас подвезти? Не стоит, Виктор Олегович, я далеко живу. Стоит, стоит. О, эти сумки, наверное, больше вас весят, а что там? Варенье. Что? Ну, варенье. Ну, просто это мамин жест заботы, и мне ей нелегко отказать. Да и тем более, кроме варенья, у меня дома больше ничего нет. Да. В таком случае, ваша мама может открыть подпольный цех по производству варенья. Но все-таки такие тяжелые с собой нельзя таскать. Это должен делать муж. У меня нет мужа. Ну, в таком случае, в случае тотального отсутствия мужа, и нахождения в вашем холодильнике только банок с вареньем, разрешите, Оля, я вас приглашу в ресторан и накормлю. Спасибо, но не стоит. Стоит, стоит. Присаживайтесь, Ольга Ивановна. В этом ресторане прекрасно готовит Виттелло Тоннато. Ну, это просто блюдо такое, легкое и вкусное. Предлагаю его заказать. Хорошо. Последую вашему совету. А себе я, пожалуй, закажу. Рулетто Тоннато. Вот такие смежные блюда, знаете? Я сам. Позвольте налить вам вина. Спасибо, только немного. Бойтесь опьянять? Боюсь уснуть. На меня почему-то вино нагоняет сон. Вы очень искренняя девушка, Ольга. Позвольте, я буду с вами откровенен. Вы мне очень нравитесь. Видимо, мне тоже надо ответить вам любезностью. Но почему-то вспоминается из классики. Минуя нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Да, вы смелая девушка. Я не хочу обидеть вас, Виктор Петрович. Но я сейчас не готова к романтическим отношениям. Ольга, давайте наши романтические отношения будут развиваться так, как вы того захотите сами. А сейчас давайте просто поужинам и все. Вер, мне нужно, чтобы ты мне сегодня помогла. Я извиняюсь, Верочка, мне нужно с Ольгой Ивановной поговорить. Наедине. Конечно, Виктор Петрович. Что вы хотели? Ольга Ивановна, Оля, я сегодня в Питер уезжаю. У меня там конференция. Вернусь через пять дней. Я был бы очень рад, если бы в своей квартире я удивил тебя. Что? Ну, ты сейчас можешь ничего не отвечать, ты подумай. Но я был бы счастлив, если бы это было так. Ты согласна? Да. Пока. Оль, ну зачем тебе весь этот хлам? Это не хлам, это семейные фотографии, школьный альбом, детство, отрочество, юность. Да, четвертый раз спускаемся. Что, ты съезжаешь, Оленька? Да. Удачи тебе. Спасибо. До свидания. До свидания, Олечка. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, 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 это на твоей совести. Язык не поворачивается назвать тебя коллегой. Ты чего? Ты чего? Это что за парень? Почему ты спросил про него? Нет, просто спросил, может быть, родственник или однокурсник. Это моя первая любовь. Мы собирались пожениться, но он ушел в армию, а когда вернулся, сказал, что у него есть другая. Понятно. Поехали. До свидания. Сейчас слева, Олечка, тебе. Привет, боец. Второй парень хоть жив? Хорошо. С тобой ученицы хочут поговорить. А вот это хуже. Здрасте. Ваш ребенок ведет себя слишком агрессивно. Возможно, это результат психологической травмы, полученной в раннем детстве. Или, простите за вопрос, скажите, вы часто ссоритесь с женой при ребенке? Да мы вообще не ссоримся. Тогда... А Соня с вами не говорила? Нет, о чем? Ну, биологический отец Вани. В общем, он был алкоголиком, и бил и Соню, и Ваню, они еле от него сбежали. Простите, я этого не знала. Тогда я, знаете, я постараюсь Иванечке уделять больше времени и внимания. Знаете, если Соня с вами не говорила, то... Ну, в общем, давайте это останется нашим секретом. Конечно. Игорь. Валентина Ивановна. Очень приятно. Ну, а я побежал. Всего доброго. Да. А ты маме не будешь жаловаться? Конечно, нет. Мы же с тобой мужики. А мужики друг друга не сдают. Давай кулачок. Ау. Конечно, ты всех бьешь с таким ударом. Здрасте. Слушай, давай с тобой по-мужски договоримся. Тут больше никаких драк. Лады? Лады. Слово даешь? Даю. Вот и молодец. Привет, мам. Привет. 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 Ну, подожди, это что? Подрался опыть, Вань? Да нормально все, мы уже разобрались. Как это нормально? Ладно, иди, руки мой. А, я тоже побежал. Куда? Не уходи обедать. Я не успею, меня на работу вызвали. А когда ты вернешься? Поздно. Постарайся только не слишком поздно, ладно? Чтобы Ваня один дома не сидел. Я сегодня дежурю в ночь, ты помнишь, да? Конечно. А ну, пока. Пока. Ваня, идем обедать? Чего такая смурная? С Игорем поссорилась? Мы с Игорем никогда не ссоримся. Он, знаешь, уходит, работаю рано. Возвращается очень поздно. И я с ним даже не разговариваю, но он ложится спать. И все, я знаю, что у него пустое место. И все. Да не расстраивайся ты. Все будет хорошо. Спасибо. Добрый вечер, Саня. Добрый. Что вы хотели? Я хотел сказать, что все в порядке. Я уже вызвал сантехника. Какого сантехника? Что случилось? Ну, которая вас починит, чтобы из глаз не копало. Не знаю даже, как реагировать. Я не знаю, как на вас реагировать. В смысле? В смысле? Я даже шоколадку купил. Представляете? Такая пошлость. Взять и подарить медсестре шоколадку. Все так делают. Кошмар. Простите, но примите. Спасибо вам, Миронов. Меня Степан зовут. Спасибо, Степан. Миронов. Привет. Привет. Как дежурство? Ой, тяжелое дежурство. Сначала привезли двух больных на скорой. И сначала, ну понятно, мы их приняли, пока я поставила капельницу. И тут, представляешь, у одного из них началось расстройство в желудке. Непонятно, то ли это... А что я тебе все это рассказываю? Тебе же не интересно. Что? Да все мне интересно. Ну не начинай. Я слышал расстройство. Два больных. Игорь, ты знаешь, я... Я думаю, что я не заслуживаю такого отношения к себе. Опять? Что опять? Что опять? Да ты вспомни, просто сколько я для тебя сделала. Ты помнишь, каким тебя сюда привезли? Как я с тобой просиживала ночью напролет, я не помню. Осторожно. Как ты себе хотел жизни лишить, ты помнишь? Как я тебя уговаривала, что ты сможешь ходить на этих протезах, что никто никогда не догадается, что ты без ног. знаешь, мне кажется, что я заслужила немножечко внимания, благодарности. Я тебя об этом не просил. Дай тряпку. Мам, ты чего здесь шумишь? Да ничего, это я чай разлил. А ты чего зубы не чистишь? Ты же в школу опоздаешь. Да не опоздаю. Пойдем зубы чистить. Доброе утро, моя принцесса. Доброе утро. Завтрак уже готов. И еще. Ой. Спасибо. Ты согласна? Да. Поздравляем! 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 Мне кажется, или вы меня не слышите, я считаю этот вопрос решенным. Вот именно потому, что молодые специалисты должны поощряться. Архипова должна стать зав. отделением УЗИ вместо Мельникова, вместо кого еще? Да. Спасибо большое. Я очень рад, что вы меня поняли. Да, всего доброго. Да! Ты хотел меня видеть? Помнишь, какой сегодня день? Помню, дорогой. Наша первая годовщина. Правильно. По этому поводу у меня к тебе подарочек. А, назначить Архипову. Это что? Ну, что ли, я тебе должен объяснять, ты будешь зав. отделением УЗИ. А Мельников? А что, Мельников, ему 60 лет, уже на покой пора. Ты что, хочешь выкинуть его на улицу? Он же профессор, доктор наук. Да и вообще врач замечательный. Как я ему в глаза смотреть буду? Оля, мне кажется, ты справишься с твоей работой лучше, чем Мельников. Гораздо. Но он всю жизнь пропахал в этой больнице. О какой другой работе может идти речь? Так с людьми не поступают, Виктор. Я не пойму, а чего ты хочешь? Я же для тебя стараюсь. Ты хотела карьеру, на тебе карьеру. Не смей этого делать. А то я уволюсь. Истеричка. Да что ты будешь делать? Одевайтесь. Вер? Да? Продолжи осмотр в другом кабинете. Я не понимаю, как на этом можно работать. Вообще-то, руководство больницы могло бы позаботиться об этом. Мельников давно просил, поставьте новые компьютеры. Ответ один, денег нет. Ну да. Куда только они эти деньги девают. Оля! Оля, ты меня прости, пожалуйста. Я не хочу ссориться. Может быть, ты и права насчет Мельникова? Спасибо. Я поговорить с тобой хотела. О чем? Вить, у нас в отделении очень старое оборудование. Невозможно людей смотреть. А если мы что-то пропустим? Ты ведь понимаешь, могут быть последствия. Оля, ну у меня скоро финансирование. Я что, не придумал? Обещаю. Поехали. Доброе утро. Для вас он действительно добрый, Ольга Ивановна. Как вам работается на новом компьютере? В каком смысле? Так оборудование только вам поставили. Остальные вроде как и обойдутся. Ни компьютеров, ни ремонта. Даже стульев нормальных и тех нет. Извините. О, пошла. Оль, ну пойми ты, что сразу на все денег не хватит. Потихоньку, потихоньку. Все купим. И не надо защищать своих коллег. Зачем? Ну мне как-то неудобно. Неудобно ей. Прекрати. Ты будешь, что у меня для тебя есть сюрприз? Поехали. Поехали. Ну как? Что это значит? Это все наше, Оля. Это все для тебя. Объясни мне, откуда у нас взялось столько денег? А это не должно тебя волновать. Оля, куда ты? Оля, подожди. Я для кого стараюсь? Для кого я скажу, вон леса, скажи мне? Оля. Оля, да подожди ты, давай поговорим. Мне кажется, я знаю, откуда взялись эти деньги. В больнице оборудование старое, штукатурка осыпается, людей сокращают, а у него вдруг раз и особня. Ты считаешь, что это последние деньги больницы? А я не могу поверить, что мой муж вор. Оль, ну поговори ты с мужем. Ну нельзя же так. Любовь, в конце концов, может ошибиться. Ну всякое же бывает. Виктор все-таки любит тебя. А это главное. Давай, Жоля, возьми трубку, давай. Возьми. Вот характер, а. Где мой телефон? Оля, ты откуда же нам здесь мой телефон? Интересная такая. Оля, я слушаю. Оля, я слушаю. Алло, Людмила Петровна, здравствуйте. Это Виктор. Позовите Олю, пожалуйста. Оля, позовите Олю, пожалуйста. Виктор. Да черт тебя дери. Диагноз серьезный. Вы же сами врач, все понимаете. Конечно, мы сделаем все возможное, но никаких прогнозов я вам давать не буду. Почему вы раньше к нам не обратились? Я проходил обследование в своей клинике, в ультразвук ничего не показал. На ранней стадии ультразвук такие вещи может и не обнаружить. Нужно было сделать компьютерную томографию. Такого бороду у вас в клинике нет. Это очень дорого. Вот это напрасно. На таких вещах, коллега, экономить нельзя. Ну ты запряталась. Привет. Ты как меня нашел? Ну, во-первых, Зареченск не такой уж большой город. Во-вторых, у тебя мама хорошая. Ты зачем приехал? Оля, ты мне сейчас очень нужна. Очень. Поехали домой. Что случилось? Я вам ввела очень большую дозу лекарств. Вы, по-моему, сейчас должны спать крепким сном. Я не могу спать. Успокоительного вам дать? Нет, не надо. Просто посмотрите, пожалуйста. Это план дома. Я дом строю. Я очень рада. При чем здесь я? Вот смотрите, это кухня с большими окнами. 17 метров квадратных. Хватит 17 метров? Я просто очень много-много детей хочу. Ну, чтобы мы потом всей семьей за одним столом поместились. 17 квадратных метров это довольно много, да? Отлично. А вот гостиная с камином. Камин-то же хорошо. Ну, зимой уютно. Камин-то очень хорошо. А вот я тут еще фигурки нарисовал. Видите, они за руки держатся. Это значит Степан и Соня. Возможно такое? Как считаете? Нет, такое невозможно. Ага. Ну, я тогда этот дом дострою, а потом сожгу. Толку от него. А тут внизу цифры. Это номер телефона Степана. Он будет ждать и очень надеется. А, и вот еще. До свидания. Не вижу смысла лукавить с вами, коллега. Шансов на выздоровление у вас практически нет. Ну, сколько мне осталось? Месяца два-три. Слушай, этого вполне хватит. Чтобы завершить срочные дела. Привет. Как дела? Что сказал врач? А давай-ка мы с тобой, жена, чего-нибудь выпьем. Я шиповник заварила. Нет, что-нибудь покрепче коньячка. Витя, тебе алкоголь категорически нельзя. У меня теперь все можно, Оля, все. Витя, что случилось? Я хочу признаться кое в чем. В чем признаться? Я... Я так и не успел поменять в клинике все оборудование. Я не успел. И до Мальдива я тебя не свожу, не успею. Понимаешь? Витя. Витя. Не смей сдаваться, слышишь? По крайней мере, есть зарубежные клиники, которые успешно справляются с такими заболеваниями. Поздно, Оля. Поздно. Витя. Не сдавайся. Поздно. А что ты читаешь? Ничего. Ты ничего не замечаешь? Тебе очень идет. Спасибо. Игорь, скажи мне правду. Со мной что-то не так? В смысле? Почему ты не любишь меня? Потому что я всегда любил другую женщину. и сейчас люблю. Спасибо. Алло. Степан, это Соня. Витя, что? Хочешь пить? Оля, ты помнишь мой серый костюм? Конечно, помню. Он тебе очень идет. Похорони меня в нем. Витя, что ты такое говоришь? Это мое последнее желание. Ну вот видишь, если ты шутишь, значит все будет хорошо. Оленька. Я очень виноват. Виноват перед тобой. Очень виноват. Прости. Прости. Витя? 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 КОНЕЦ КОНЕЦ О, Ленька, родная моя, я страшно виноват перед тобой. Все эти годы я скрывал правду. И только сейчас, зная, что скоро умру, я могу тебе признаться. Твой жених Игорь Орлов служил в той же части, где работал я. Из-за моей халатности он потерял ноги. И раз я не сказал тебе об этом, значит, очень сильно любил. Я боялся тебя потерять, поэтому молчал. Это подло, я знаю, но постарайся меня понять. Прости, если сможешь. Твой Виктор. Мам, ну я ни за что не поверю, что ты все это время ничего не знала об Игоре. Город у нас маленький. На одном конце чихнут, на другом слышно. Узнала. Тебя жалела. А ты, Тань, тоже мне сестра родная называется. Какая чудовищная ложь. А главное, кто лгал? Самые близкие мне люди. Я не хотела тебя расстраивать. Жена у него и сын. Оль, ты куда? Як ... Оль, ты куда? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуй, Игорь. Ты в Москве живешь? Да. Хорошо. Я не ожидал тебя здесь встретить. Ты одна? Ну, в смысле, прогуляемся? Тебе, наверное, тяжело на протезах. А ты откуда знаешь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Игорь, почему ты солгал мне тогда? Почему ты все решил за меня? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Потому что... Потому что... Потому что... Мужчина... Настоящий. Должен принимать ответственные решения сам. И ты думаешь, ты был прав? Да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ведь ты не оставил мне выбора. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Наверное, мне было бы нелегко. Но я бы все вытерпела ради тебя. Наверное. Кто вообще придумал эту ложь во спасение? Ложь, она и есть ложь. Наверное. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК У тебя есть семья? Прощай. Ты собралась? Я ухожу от тебя, Игорь. Любви не получилось у нас. Зачем же мы будем молчать друг друга? Правда? А, Ваня? За Ванечку не волнуйся. Я пока отвезла его к маме. У тебя ведь будут еще свои дети. Все равно он тебе не родной, Игорь. А у тебя есть кто-нибудь? Да. У меня есть мужчина. Он меня ждет в машине во дворе. Знаешь, я с ним в первый раз поняла. Так прекрасно, когда тебя любят. Прости меня. Я... Ты меня тоже прости, Игорь. Помнишь, ты мне говорил про женщину, которую ты любишь? Ты... Ты не отпускай ее больше. И борись за нее. Удачи тебе. А-а-а-а. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доченька, поплачь. Легче будет. А? Нет у меня слез, мам. Горе мне с вами. Татьяна жизни сложилась. Думала, хоть ты будешь счастлива. Что поделаешь, мам? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пустишь? Ты... Ты зачем пришел? Я вообще-то бежал. к тебе. Зайдешь и сразу помоешь руки. Ты меня понял? Дядь, отпусти тетю Олю. Тихо, тихо, тихо. Я тебя теперь никогда не отпущу. Так, возьмем, поиграем на улице, ладно? Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать! Ой, Ваня, здравствуй! Ой, цветы какие у тебя красивые. О, Ванька, здорова! Ну, проходите, проходите. Поздравляю. Спасибо. Чего стоишь, иди сюда. Поздравляю, брат. Танюш, Танюш, познакомься, это Ваня Гребнев, друг Игоря из армии. Очень приятно. Очень приятно. Это мой сын Егор. Привет, боец. А давайте я вам помогу, где подарочек поставить. Спасибо. Это правильно. Танюш. Ребят, давайте за стул, а? Так вы начинайте, садитесь. Мы сейчас подойдем. Танюш, 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 Танюш. Танюш, Таняш, Танюш. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok